Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». Сегодня мы поговорим с секретарем Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» с депутатом Государственной Думы Лидией Антоновой. Лидия Николаевна, здравствуйте! Государственная Дума седьмого созыва завершила работу своей первой сессии. Как бы вы охарактеризовали эту работу? Какие были приоритетные направления? Хочу сказать, что прошел год очень бурно, очень интересно. И каждое заседание отличалось не только какими-то определенными приоритетными вопросами, оно отличалось и политической дискуссией, быстрым реагированием на события, которые происходят в нашей стране и в мире, в отдельных округах. В общем, мне кажется, что я могу сравнить, как пришедший в новый состав Думы, с тем, что я раньше слышала или видела с экрана. Мне кажется, что Дума стала, как бы, может быть, даже приземленнее, в том плане, что тут, наверное, то, что пришли одномандатники, это и играет свою роль. И, ну, все, наверное, обратили внимание, что повысилась дисциплина. Депутаты на самом деле присутствуют, работают, по крайней мере, от нашей фракции. Но только важительная причина является отсутствием депутата. И поэтому стараешься выстраивать все свои дела так, что приоритетно эта работа в Думе. Для этого мы туда пришли, для этого нам дали такой мандат. И это первое и главное. Ну, а направления, направления, в принципе, все, начиная с международной деятельности, страны нашей безопасности, развития экономики, социальной сферы. Ну, в общем, все вопросы жизни они обсуждались в течение этого года. Вторая особенность, мне кажется, Думы седьмого созыва в том, что вот помимо вот таких внешних признаков организационных, да, есть момент, что по количеству законов, которые были внесены и прошли, фактически это та же цифра, но если взять статистику, то ранее было намного больше вносилось, а вот как бы принималось, как сейчас. О чем это говорит? Это говорит о том, что изменилась система по работе к подготовке законопроекта. И мне кажется, что вот в этом направлении надо двигаться, особенно это всегда видно тогда, когда, ну, к сожалению, бывает и так, что даже в третьем чтении возникают какие-то вопросы и к правительству, например, Российской Федерации или каким-то другим структурам. Это говорит о том, что вот очень важно работать, начиная с рабочей группы, экспертного сообщества, в своем родном комитете и, конечно, в контакте со всеми субъектами, которые заинтересованы в подготовке нужного законопроекта. И третьей особенностью седьмого созыва является то, что более четко стоят вопросы, более жестко, о парламентском контроле. Потому что очень важно не только подготовить закон, который ждут люди, не только важно создать условия для правоприменительной практики. И вообще, как бы такой закон, который не требует подпора, как говорят люди, когда надо подзаконные акции создавать, а что уже как бы в полном пакете идет. Но еще важно организовать парламентский контроль, чтобы этот закон реализовывался. Я вспоминаю первое утро, когда я первый раз шла на заседание Государственной Думы. Ну, естественно, шла с волнением. Вот. Но услышала диалог мимо Государственной Думы, проходила по тротуару мама с ребенком. И ребенок, поскольку я педагог по образованию, что я всегда как-то краем уху, успевая услышать, что говорит ребенок. Ребенок спросил, а что это за здание у мамы? И мама этого ребенка ответила, здесь принимаются законы. Правда, она добавила, но не всегда умные. Вот я подумала о том, что задача, в том числе, она была и у предыдущих наших, предыдущего созыва, и задача седьмого созыва, чтобы было как можно больше, а лучше все умные законы, умные в понимании то, что они работают для людей. Как обстоят дела с законодательными долгами? Это, наверное, четвертая особенность Думы седьмого созыва, потому что действительно накопилось очень большое количество законопроектов, которые аж с 90-х годов находятся в портфеле работы. И ряд из них устарел. Какие-то уже нет надобностей, потому что приняты другие законы. Третьи были сделаны, так знаете, как бы помягче, перед выборами с точки зрения обещаний. Ну, обещания, конечно, хочется давать и сказать, вы знаете, вот завтра вот все будет бесплатное мороженое и так далее. Но мы люди взрослые должны понимать, да и дети тоже понимают, что бесплатный сыр, как помните, где находится. Поэтому, да, много времени уходит на то, чтобы вот как бы не реанимировать, а провести ревизию всех этих законов. Эта работа проходит постоянно, весь год она шла. То есть определенная часть времени каждого слушания была посвящена этому, каждого заседания. И поэтому у нас как бы, ну, заседания длились по-разному, регламент устанавливается, но мы понимаем, что есть необходимость расчистить как бы деятельность поля для того, чтобы усилить внимание к тем законам, которые нужны сегодня или будут нужны завтра. Расскажите, пожалуйста, о наиболее приоритетных и значимых законах, которые были приняты в этот период. Когда спрашивают, какой самый интересный закон, я же сейчас вспоминаю слова Бориса Николаевича Чечерина, нашего выдающегося русского философа и политика, который говорил, что народное представительство, его функция в том, чтобы понимать, что от их деятельности зависит как бы состояние общественной власти, свободы и, в принципе, судьба каждого гражданина. Поэтому какой-то закон может пройти без какого-то пиара и шумихи, но он очень нужен конкретно вот в этой конкретной точке роста или для решения конкретного вызова или проблемы. А есть законы, которые имеют там, ну вот, знаете, законы проекта, которые имеют какой-то большой резонанс. Вот очень многое до сих пор спорят, нужны бэби-боксы или не нужны. Вот в Люберцах мы сделали когда-то, это один из первых. И я рада, что мы это сделали, потому что мы спасли, мы знаем количество этих детей, их более 20, которых мы спасли. И я думаю, что не только их, но и задумываются другие, что не нужно идти по этому пути. Поэтому ко всему надо подходить как бы философски. Я думаю, все законы нужны, те, которые принимаются с умом, как я говорю. Но могу назвать, например, есть большая группа законов, которые касаются вопросов бюджета, вопросов исполнения бюджета, экономики. Понятно, что бюджет – это главный закон, по которому мы живем, и как его сформировать, как найти средства на все, что необходимо, на повышение пенсии, например, на развитие социальной сферы, повышение зарплаты и так далее. В общем, этих вопросов много. И оппозиция, я имею в виду партии другие, не единая Россия, многие часто задают вопросы, хотят провести законы, которые говорят о том, что, например, то или иное финансовое положение должно быть во всех регионах одинаковое. Та или иная зарплата должна быть унифицирована. Знаете, теоретически я за. Конечно, было бы неплохо, что на всей территории у нас, например, зарплата учителя была одинаковой. Но мы понимаем, что у нас огромная Россия. У нас свои, начиная с географических условий, кончая там многими другими особенностями. Поэтому указы президента, которые сегодня мы выполняем, с 2012 года, они помогли уже сформировать поле для того, чтобы, например, зарплата бюджетной сферы выравнивалась, росла во многих регионах, как в нашей регионе Московской области. Вот я сегодня посещала детские сады, школы и видела, что действительно мы ждем 1 сентября, и в решении губернатора области Андреевича Воробьева зарплата большой категории бюджетников повышается. Большое направление связано с управлением жилищным фондом, с вопросами приватизации, вообще имущественным комплексом. Я считаю, что, конечно, очень хороший закон принят, который позволяет иметь теперь положение обестрочной приватизации жилого фонда. Раньше это ограничено было сроком 1 марта 2017 года. Это реально, и на самом деле, что греха таить, мы все помним, кто помнит, когда начиналась приватизация, люди приватизировали жилье, не всегда понимая, что они берут на себя ответственность за его эксплуатацию, ремонт и так далее. И сегодня, вообще мы как бы в таком периоде, когда формируются фактически новые подходы, а как этим жильем управлять? Потому что, ну, так привыкли люди, что если ремонт делать в подъездах или в их квартире, то это должно сделать государство. А у нас сегодня фелье приватизировано. И, наверное, еще не один год пройдет, чтобы вот этот вопрос был правильно сформулирован в законотворческом плане и, в принципе, в практике. И вот большое количество часов было отведено на обсуждение вот законов, связанных с управлением многоквартирными домами, с работой с управляющими компаниями, с вообще сформированием тарифов и так далее. И вот, кстати, Московская область тоже активно участвует в этом процессе. И в нашей комиссии при губернаторе области по работе с естественными монополиями как раз я и мои коллеги, как общественная комиссия, этими вопросами занимаемся. И приняты законы, касающиеся расширения прав детей с ограниченными возможностями. Над этими законами продолжаем работать. В партии работы законов, касающиеся высшей школы, профориентации, вопросы профессионального образования. Я думаю, что очень важный аспект – это вопросы безопасности. Я говорила, информационная безопасность, это безопасность с точки зрения один из последних законов. Это наказание за мотивацию или, как сказать, провокационные действия, направленные на вызовы возможности суицида детей. Потому что, к сожалению, вот эти все огненные феи, синие киты, это имеет место в нашей детской жизни. И с этим надо бороться. И вот теперь уже мы боремся с этим с точки зрения законотворческой деятельности. Какие решения Государственной Думы, принятые вами и вашими коллегами-депутатами, касаются непосредственно Московской области и важны для Люберецкого округа? Ну, я думаю, что, как я сейчас скажу, что все законы важны для нашего округа, потому что мы часть России. Конечно, были конкретно направлены. Например, в первом полугодии это был вопрос, связанный с городом Жуковским. Это вопрос по развитию нашего научно-промышленного оборонного комплекса. Это конкретно, это конкретная программа федеральная. И, конечно, мы рады, что Жуковский вот через этот закон в этой программе очень активно участвует. Как я уже говорила, мы обсуждаем проблемы вот обманутых дольщиков, потому что прошел закон по созданию новой структуры фонда, который будет заниматься этими вопросами. поскольку есть проблема в том, что, во-первых, есть понятие обманутых дольщик, есть понятие, что строительная компания берется, не доводит дело до ума, есть понятие, страховые компании, которые накопили определенный капитал, но он как бы на сегодняшний день еще не работает на того, кто пострадал. Поэтому вот это положение новое, которое было доложено по инициативе правительства со стороны Министерства строительного комплекса России, вот одна из таких важных для нашего округа. Можно продолжить это, как я говорила, по имущественному комплексу. То, что есть новые федеральные программы, в которых участвует Московская область, это по поддержке культуры, ремонт учреждений культуры, где мы участвуем. Это тоже важно. Потом мы, как область, получили значительные средства по вопросам благоустройства. Это тоже новый проект, федеральная программа, и мы над этим работали, потому что понятно, что мы, ну, благодаря работе подмосковных жителей, правительства Московской области, лично губернатором, мы являемся самодостаточным регионом, хотя у нас тоже много проблем. Вот, но мы вошли в эту программу, и, в общем, эти средства, я думаю, будут не лишними, они отразятся на, в том числе на вопросах и в нашем губеренском округе. А вот лично вы как работаете с населением и в качестве депутата какая еще дополнительная деятельность у вас? Я член комитета по образованию и науке, и по решению комитета я веду два экспертных совета. Координирую этот экспертный совет по развитию образования для детей с ограниченными возможностями и второй экспертный совет по развитию профессионального образования. Это очень большие, интересные темы, которые требуют и новых законов в том числе, и мы сейчас за этот год с экспертным сообществом России у нас в комитет, в экспертную группу входят представители практически всех необходимых субъектов, так скажем. Мы провели большую работу, проанализировали состояние дел, посмотрели, какие законы надо дополнить, вместе с правительством над этим работой. В общем, большая работа идет. Второе, хочу сказать, что я также работаю в рамках Всероссийского конгресса муниципальных образований, и по решению этого конгресса я веду комитет внутри этого конгресса по работе как раз по образованию социальным вопросом. И мы уже, вот это недавно состоялось, весной такое решение, но мы уже успели в июле месяце провести первое заседание нашего комитета в рамках Всероссийского конгресса муниципальных образований. К нам приехали представители многих муниципальных образований из России. Мы показывали в том числе опыт Московской области. Мы это заседание провели на базе нашего Московского областного университета. Опытом подмосковного образования был очень интересен, воспринят был с большим интересом. Мы по линии международной деятельности Думы, я вхожу как одно из направлений в группу работы с Финляндией. Все знают, что финское образование, хотя страна маленькая, но одно из наиболее сегодня таких быстро развивающихся, инновационно действующих. И вот благодаря этим контактам, которые мы сформировали, продолжили, уже были посещения Московской области и финскими коллегами. Был семинар на базе нашего областного университета. Мы участвовали, наши подмосковные педагоги участвовали в ряде конференций, которые были организованы финскими коллегами. Эта работа будет продолжена. Ну и хочу сказать, вот вы сказали про личные контакты с теми людьми, благодаря которым ты работаешь в доме, да? Знаете, я регулярно веду прием. И какие вопросы? Ну, наверное, на первом месте все-таки это две темы. Это вопросы здравоохранения и вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Причем вопросы, как правило, муниципального уровня. То есть, почему там лампочка не горит? Ну, в общем, вроде такой простой вопрос. Или почему улица темная? Вопросы здравоохранения непонятно, потому что есть понятие федерального льготника, есть региональный. Есть какие-то вопросы, связанные с тем, что медицина стала региональной и как бы еще отлаживаются пути решения. Ну, вот, например, простой пример. Есть больница города Бронецы и есть житель Раменского района, который живет рядом. Но он должен ехать в объезд, в другую Раменскую больницу, а здесь его не принимают. Вот какие-то такие моменты, они, понимаете, ну, все должно быть разумно, все должно работать для людей. Ну, бывают такие темы, что, ну, семья моя к этому привыкла, я давно работаю вот в таких органах. Новый год, новогодняя ночь, но звонки не продолжаются. Кому-то надо помочь оказать медицинскую помощь. Там кто-то где-то рожает, надо оказать помощь. Люди просят помочь получить образование. Там, ну, не знаю, нет возможности учиться на вне бюджета. Люди просят помочь трудоустроиться. Люди просят, там, инвалид живет на третьем этаже, а нужная комната на первом этаже. Или, например, обращаются с вопросом, и это как бы не лично. И, знаете, вот у нас люди стали более, хочу сказать, открытые. Вот обращаются люди, кстати, вот здесь в Люберцах у нас был такой пример, многоквартирный дом, ну, такой, не сильный этаж, конечности, там, пять этажей. Внизу магазин. Хозяин магазина, он, значит, вырубает деревья для того, чтобы сделать шире парковку, чтобы к его магазину машины вставали. Ну, коллега, ты вырубил, тогда ты посади новое дерево, сделай место, где можно жителям жить. Вот, конечно, такие простые вопросы, да, или там создается новый центр какой-то, ну, неважно, там, социальная реабилитация. Ко мне обращаются, конечно, вот это, как бы, наверное, новое поле деятельности. Всколокнуло людей, которые меня раньше знали. Вот, недавно мы с нашим, с моим классом отметили юбилейный год нашего выпуска Малаховской средней школы. Тогда это номер один было. И мы встретились здесь, в Красково, пообщались, еще раз посмотрели, кто что сделал в своей жизни, кто что планирует сделать. И после этого родилась идея поехать в Сергеев Посад на родину моего прапрадедушки, который был основателем одним из основателей иконописной школы. Все получили большое удовлетворение от этой поездки. Кстати, такие поездки мы организуем и для ветеранов наших при желании. Ну, то есть я стараюсь, помимо вот такой, знаете, достаточно, может быть, такой, ну, не офисной работы, а как бы работы вот в стенах думы или где-то в административных, чаще встречаться с людьми. И есть такая интересная линия у меня в сфере интересов. Это работа с ассоциацией педагогической Московской области. Это педагоги Подмосковья. Она объединяет все направления педагогической деятельности, начиная там от дошкольного образования, заканчивая высшей школой, дополнительным образованием. Мы за этот год провели много семинаров, много открытых уроков, встречи с статистической общественностью, лекции. Мы посетили интересные места. Я помогла, и мы организовали совместную поездку лидеров образования Подмосковья в Петербург. Мы посетили Таврический дворец, как бы родину российского парламентаризма. Я думаю, что эта поездка очень запомнился. Мы посетили Герценовский институт в Питере. Это институт, который очень большие наработки имеет в развитии новых методик преподавания. Мы провели очень интересную встречу в Институте психологии в Москве. Мы встречались в стенах Московского государственного университета, в стенах Федерального института развития и образования. То есть я могу продолжить серию площадок, на которых мы встречались. Одна из последних – это была во время выставки по образованию на территории выставки достижения народного хозяйства, как мы ее называем традиционно. И там была достойная площадка Министерства образования Московской области, очень интересно оформленная. Она привлекала большое внимание. Я пришла так сначала, чтобы посмотреть, куда больше народ идет. И я увидела, что к площадке нашего Министерства образования действительно приходили люди, общались. И были организованы интересные круглые столы. И я вот участвовала как раз во встрече с директорами школы Подмосковья. Опрос общественного мнения россиян сейчас показывает, что Госдума положительно влияет на жизнь страны. Это при том, что кризис, санкции и сложные отношения с зарубежными партнерами. Вот что вы думаете по этому поводу? Я думаю, что многие люди… У нас, во-первых, работает телевидение, которое показывает работу Думы, интернет. Очень большая работа ведь проходит… Мы видим только верхнюю, верхушку айсберга. Иногда говорят, а почему мы все время не на трибуне? Знаете, наверное, потому что все вопросы смог решить там. И уже закон идет спокойно. Но на трибуне надо тоже быть, конечно, тогда, когда нужно быть. У нас работа большая во фракциях идет. И вот я думаю, что то, что Дума стала более живее, активнее в целом, во-первых, она вместе все работает. Понимаете, какая явка, да? Работать над вопросами, это, думаю, конечно, вызывает уважение. Потому что пустой зал и спины говорящих, не слушающих своего спикера или там не слушающих выступающих, это, конечно, вызывает… Ну, не может вызвать уважение. Ну и, наверное, я думаю, благодаря тому, что я думаю, что практически все депутаты, большинство депутатов доступны своим избирателям и работают в округах. И вот система работы с региональными неделями на это показывает. Ну, по крайней мере, ну, не знаю, я думаю, что… Знаете, опять-таки могу привести личный пример. Мой первый прием не в моем округе, а первый прием на уровне Думы. Мне было поручено привести в первых числах января Новый год. Я подумала, ну, кто придет на Новый год на прием в здание Государственной Думы около Красной площади. Вы знаете, пришло и очень много людей. И мы целый день общались с людьми из разных территорий. Кстати, как раз все были… И была Алтай, и была Москва, и были северные регионы. В общем, широко представлено. Люди едут, люди надеются. И мы должны помнить, что еще очень много-много-много есть людей, которым нужна наша помощь. И депутат не только человек, который участвует в заседаниях, обязан выполнять свои функции, но вообще он должен быть, понимаете, человеком, которому не безразлично. Знаете, как, когда есть такие звонки внутрь… Ну, вот я приведу пример, там, новогодняя ночь, звонок. Надо все бросить, ехать и помогать. Какие направления в работе вы для себя выделяете как приоритетные в следующей сессии? Ну, первое, это важное самое, это дело в нашем одномодатном округе. Мы, безусловно, должны выполнять ту программу, которая намечена губернатором для нашего округа, и намечена каждым главой в наших территориях, потому что все замечательно и красиво, но если не вовремя не сдается школа или детский сад или больница, не делается ремонт или не ремонтируется подъезд… Знаете, вот я сегодня побывала в нескольких территориях округа и говорила главам, вот смотри, вот в этой территории и бордюрчики есть, и фонтаны стоят. Это обычная поселковая местность. Чистота и порядок. Через буквально 100 метров въезжаем в другую территорию, там уже этого нет. Значит, есть над чем работать. Мы находимся на территории Наташинского парка. Все эльберчане помнят, как здесь, к сожалению, было все заброшено, и, в общем, было неприятно ходить и опасно. Вот. И, знаете, для меня тоже было таким одним из откровений, когда Андреевич Воробьев, наш губернатор, одним из приоритетов назвал проект «Парки Подмосковья». Я подумала, «Парки Подмосковья». У нас так много других проблем. Вот, знаете, я теперь понимаю, вот, в общем-то, мудрое решение, потому что мы работали на опережение. Это сейчас стало партийной программой «Парки России». А ведь начинали здесь, в Московской области. И сегодня вот мы видим, какой красивый парк. Я здесь была в марте на субботнике. Дети совершенно маленького возраста, сознательно, с лопатками, там что-то сажали, поправляли. То есть, вот, воспитание с детства, да. Поэтому в планах, конечно, работы в округе. Есть очень много вопросов, которые надо решать, помочь. Есть планы создания вот работы, новой системы работы с молодежью. Есть вопросы, связанные с развитием инклюзивного образования. Тоже одна из тем, которые я в комитете веду. Как создать возможность, ну, пусть не во всех школах, но в конкретной школе, в микрорайоне, чтобы были действительно условия для работы ребенка, учебы ребенка, которые относятся к этой категории. Как я говорила, вот в рамках Всероссийского конгресса муниципальных образований, мы подняли тоже ряд всем с коллегами из муниципальных, а их муниципальных образований, вы знаете, очень много в России, наиболее интересных по линии социальной работы и образования. Ну, вот могла бы продолжить этот ряд. Конечно, есть ряд предложений, мы готовим по совершенствованию законов, по линии профессионального образования и специального образования. Ну, это вот такие вот основные какие-то позиции. Но, еще раз повторю, первое и главное – это наш округ и люди, которые в нем живут, и это главная первая обязанность. На этом мы прощаемся с вами. Я напоминаю, сегодня мы подвели итоги работы первой сессии Государственной Думы седьмого созыва вместе с депутатом Лидией Антоновой. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok